Приветствую вас, друзья! Сегодня мы поговорим по поводу топовых модулей на ПП. Начнем мы просто с обзора ПП, который я считаю самый актуальный. Это MP5, MP7, UCS, OSC, извините, и MP45. То есть вот данные ПП, которые имеют все свои плюсы и все свои минусы. Кто-то имеет наибольшую скорострельность, но при этом магазин у него крайне мало, там 20. Кто-то имеет по 3 выстрела и так далее, и тому подобное. То есть у всех плюсы и минусы. Ну, мы остановимся на MP7, самое скорострельное ПП в игре. И, допустим, что мы будем делать, чтобы достичь топовой комплектации данного ПП. Он хорош для ПВП, так как имеет наибольшую скорострельность. Но при этом у него урон на 6000 ниже, чем, допустим, у MP5, у которого его урон дотягивает до штурмовых винтовок. Таких, притом, не слабых. То есть выше, чем, там, даже Лёва, да, Лвау. Вот. Но проблема его в том, что он стреляет по 3 выстрела. Но при этом у него хорошая скорострельность, как у Лвау. 850 выстрелов в минуту. Ну да ладно. Значит, что нам нужно для данного ПП, для MP7? Конечно же, тут по-любому надо устанавливать увеличенный магазин. Почему? Потому что вы выпускаете эти 20 патрон мгновенно просто. А если вы скастовали на себя еще ульту, то у вас выстрелов в минуту, господи, да там полторы тысячи примерно, да, или в районе того. А тем самым у вас просто бешеная скорострельность и 20 патронов в магазине, вы сами понимаете, это даже не секунда, это просто выплюнул и забыл. Вот. Поэтому на данный, допустим, ПП вам не нужна скорострельность. Она у вас и так запредельная. Вам надо увеличенный магазин, плюс лучше всего критический урон и шанс критического попадания. Ну, лучше, если у вас шанс критического попадания будет 3%. Тем самым вот тут не топовое значение на нем. Вот сейчас 2,5. Почему? Потому что у всех ПП идет урон критического попадания. То есть вам надо увеличивать критическое попадание, чтобы у вас ПП работало максимально эффективно. Увеличенная обойма, точнее увеличенный магазин для данной модели и для УЦС. Вот. Если брать, допустим, тактический УМП, там можно как бы и обойму опускать, да? Ой, магазин опускать, потому что там 30 патронов в магазине. Если мы берем, например, МП-5, там 32 патрона в магазине, но тоже достаточно высокая скорострельность, поэтому там уже по желанию. Там можно, допустим, на 10% увеличивать себе магазин. Тем самым у вас как бы будет в районе 35-36 выстрелов. Это достаточно неплохо. Далее. Значит, по магазину мы вот под данной МП закончили, да? То есть нам нужен повышенный магазин 100%. Далее шанс критического попадания. 3% это топовое значение и 4% урон критического попадания. Для ПП это, я считаю, вот для данного, например, идеальное значение. Далее. Переходим мы к стволу. Что нам надо на стволе? По-любому нам надо шанс критического попадания. Опять же говорю, почему? Потому что у нас в основном все точится, так как уже есть значение урона от критического попадания. Там от 30 до 37%. То есть это достаточно высокое значение. Значит, нам надо по-любому устанавливать шанс критического попадания 7%. Это топовое значение для глушителя, ну или там для другого. Далее. Можно урон от выстрела в голову, допустим, шанс критического, ой, урон от критического попадания. Так же. Вот, например. Вот данный глушитель. Довести до 7% шанс критического попадания, плюс еще урон в голову, плюс еще урон от критического попадания. Да, тем самым мы поднимаем очень высокую планку, именно делая ставку на шанс крита, тем самым повышенный урон. Для ПП, который будет выдавать за короткий промежуток времени очень много выстрелов, шанс критического попадания и прием, притом урон, который идет, еще раз подчеркиваю, на ПП, он будет крайне эффективным. Значит, если мы по магазину, у нас идет увеличенная обойма, магазин точнее, шанс критического попадания, допустим, урон от критического попадания, то, как я уже говорил, и на штурмовинтовке, значит, тут у нас ставку надо делать на трио. Да, опять же. То есть, трио это урон в голову, шанс крита и урон от критического попадания. Но тут надо ставку именно на шанс крита в основном делать. Далее, когда мы переходим к коллиматору, все то же самое, делаем ставку на шанс критического попадания. Вот если так посчитать, вот сейчас текущее значение, у нас уже где-то в районе 21, если мы установим, да, то в районе 21 шанс критического попадания. Это очень высоко, а так можно и шмотками, то процентов до 50 достичь, тем самым у вас каждая вторая пуля будет критическая. И при том у вас очень высокий процент критического попадания. Сам понимаете, для ПП это будет просто восторг. Значит, мы также устанавливаем тут трио, это шанс крита, урон от выстрела в голову и урон от критического. Максимальное значение урона от выстрела в голову на коллиматоре, как вы помните, 6%, а шанс критического попадания 8%. Не забывайте данные факты. То есть у нас на оптику идет трио, на глушитель идет трио, на магазин идет увеличенный шанс крита и урон от критического. А, соответственно, ручку вы тоже самое делаете. В основном можно сделать ставку на стабильность, вот оптимальная дальность и урон от критического очень неплохо. Потому что ПП действует на ближней дистанции, если вы начинаете стрелять чуть на дальней дистанции, соответственно, урон у вас очень сильно проседает. Тем самым оптимальная дальность будет крайне неплоха. 5% у нас оптимальная дальность топовая. Вот, например, можно вот такого плана установить вместо стабильности и скорости перезарядки, потому что чем быстрее вы перезарядитесь, тем, соответственно, лучше. Потому что на ПП, еще раз повторяю, особенно на МП-7 очень быстро вылетает весь магазин, соответственно, скорость перезарядки тоже будет не лишним. 19% у нас максимальное значение на урон от критического попадания, то есть другой характеристики нету, которая повышает урон на ручке, не забывайте данный фактор. Оптимальная дальность, да, это хорошо, вот, но можете и стабильность, да, и точность, то есть тут на самом деле будет варьироваться. Урон от критического попадания обязательно, оптимальная дальность это лучше, конечно, вот. Вот, но скорость перезарядки это так, поскольку кому что нравится. Так что в основном у вас идет 4 варианта. Либо точность, либо стабильность, либо скорость перезарядки, либо оптимальная дальность. Значение максимальное, как я вам сказал, уже 19% от критического попадания, 2,5% у нас точность, стабильность, скорость перезарядки 4%, максимальное значение и оптимальная дальность 5%. Вот если вы как бы соберете такого плана себе ПП Сейчас речь идет тупо о МП-7 Вот, для других ПП чуть другие моменты То у вас получится крайне эффективное оружие Еще раз говорю, если вы будете действовать под ультой Которая увеличит вам на 30% урон Ульта идет на которая техническая Вот, и скоростеренность на 50% У вас получится 1000, почти 1500 выстрелов в минуту Крайне высокий урон и крайне высокий шанс критического попадания На этом все по ПП Завтра будет у нас обзор по либо дробовикам, либо пулеметам Спасибо, что смотрели, пока-пока